эй там на корабле откуда у тебя лодка то что а ща позвоню алло я говорю откуда у тебя лодка а лодка то это я выиграл в гонке при загонке от русской дымки а телефон то у тебя откуда что смотрю перестал бояться радиации да не я просто тоже выиграл в гонке при загонке от русской дымки а если вы хотите выиграть лодку телефон самогонный аппарат пивоварню коптильню и многое другое участвуйте в при загонке от русской дымки совершите покупку на 500 рублей или более на сайте rd shop.ru или в розничном магазине до 20 июня после оплаты покупки оставьте контактные данные продавцу для авторизации или регистрируйтесь онлайн а с кем это он там разговаривает смотрите трансляции с розыгрышами на youtube канале русская дымка ну чё снял о а поехали самогон на костре сделаем всем привет видео это я вообще не с ней планировал снимать вот прям вообще ни разу но знакомый у меня обзавелся самогонным аппаратом и попросил типа помоги расскажи прям вот с нуля то есть ну человек ни разу ни разу ничего не делал но я имею ввиду самогон вот и соответственно говорит расскажи как чё вообще тупой и все остальное вот это поэтому будет такое пособие для абсолютного новичка абсолютного нуля абсолютного кого хотите то есть когда человек купил первый раз аппарат причем он аппарат хороший то есть колонну очень хороший аппарат с узлом отбора всего там то есть все сразу полным фарш клуб на 37 ну короче все как положено вот поэтому будет такое видео как пособие для абсолютного нуля абсолютного новичка начинающего кто там считает что он знаток ну выключайте чего могу сказать я говорю ему лично видео я скидывать не буду может быть кому-то еще пригодится поэтому решил так значит первое самогонный аппарат есть соответственно чтобы получить самогон нужна брашка брашку делаем из сахара и дрожжей ну стандартную первые брашки они у всех из сахара сахар я уже говорил в видосах но я говорю здесь пойдет так сахар лучше брать нормальный сахар вот вот эти вот белый сахар какой там русский сахар вот это вот говно брать не стоит это ну в супермаркетах которые продаются на рынках там бывает более интересный сахар в супермаркетах из того что продается в супермаркетах ну все могут купить это вот такой вот реально хороший сахар с которого хороший выход проблем нет никаких недобродов нет вывозит все что надо как положено поэтому рекомендую его дрожжи дрожжей масса вкусы у всех разные там кто к чему привык и все остальное на первый раз на первый раз рекомендую взять вот такие дрожжи брагманы я их очень люблю но там вариантов у них много на самом деле возьмите вот такие 48 универсал они ни разу меня не подводили то есть вот реально расклад такой что взяли сахар дрожжи и воду все у вас получилось как надо такая тонкость они могут сбраживать прилично сырья то есть там и 10 кило могут бродить при желании у них тут табличка есть вот здесь расписано все 6 на 6 на 7 на 8 на 9 килограмм то есть два дня буду бродить четыре дня будут бродить там неделю будут бродить и больше недели будут бродить на это особо не смотрите но новичку рекомендую делать либо на 6 либо на 7 килограмм не лезть пока высоты сделайте так чтобы у вас получилось не вот ну вы первый раз делаете вот куда вы блин называется побежали когда вам только идти ходить научились делаете на 6 килограмм тут за два дня ну два-три дня они сбраживают или на 7 килограмм опять же там три-четыре дня но 5 это максимум смотря какая у вас температура будет и все остальное поэтому дрожжи в рекомендацию в однозначную такие прям вот ну можете там кто поспорит если захочет если кто еще смотрит то в комментариях можете сказать там что-то еще но вот про них плохого ничего не могу сказать делаю на них очень давно они еще тогда в другой упаковке были делаю естественный на дрожжах попроще но для новичков вот не жадничайте купите хотя бы первый раз себе пачку таких дрожжей чтобы вы понимали ну как проходит процесс и все остальное соответственно новичку нужно купить пластмассовое ведро для брожения сейчас я его покажу в нем буду месить на 30 там они от 30 до 33 литров этого как правило достаточно поначалу обзаведиться нужно обзавестись этим ведром можно сбраживать все в кубе но такой процесс потом варите дрожжи на колонне конечно все это разделится но для новичка я бы не стал рекомендовать делать в кубе потому что все-таки дрожжевой осадок надо оставлять а не варить его соответственно сейчас дальше пойдем буду показывать поближе с ведром и все остальное пока что вот такие вводные сахар селяночка дрожжи брагман 48 универсал ну значит дальше что у нас какой расклад я налил туда немного горячей воды по поводу воды вообще нет смысла париться по поводу воды делаете воду из-под крана там побогаче всяких смесей если кратко то будет дрожжам попривольней жить и все остальное не надо делать на дистиллированные там какой-то очищенный и все остальное вода для брашки вода из-под крана говорю кратко я уже там где-то рассказывал своих видео на эту тему поэтому просто из-под крана воды я налил прямо из-под крана горячей воды туда сейчас и буду туда просто фигачить сахар горячий чтобы просто вот немного налил чтобы сахар развести быстрее потому что объем большой сахара и разводится он сложнее в холодной воде я думаю и так вы понимаете что чай чай сахар сыпите знаете как он размешивается там если будет холодная будет горячий и просто пакет туда бабахаем я засыплю пока паузу нажму ну и короче засыпал я сахар сейчас это дело перемешаю хорошенько чтоб все разошлось и долью воды в ведро потом покажу конечно то есть ну вот до края не доходя сантиметров пять не пышьтесь по поводу того чтоб там вот на пачке инструкции это написано на дрожжах все здесь расписано хорошо почитаете все понятно не пышьтесь там вот это в литр попасть туда не сюда сколько воды если делаете вот на такое ведро просто вот залили засыпали и доливаете ну размешали все холодной водой потом доливаете да вот я говорю пять сантиметров до края оставить этого будет нормально достаточно все будет соблюдено и проблем нету но это с таким вот пластмассовыми ведрами но обзавестись им рекомендую эта вещь такая хорошая нужная поначалу вам прям будет прекрасно с ним если уж нет возможности там всякие кулерные бутыли но это геморрой ведро это стоит сейчас не знаю сколько конечно но рублей 300 400 наверно не больше копейки на самом деле вот поэтому сейчас заливаю все наливаю дальше покажу но дальше значит смотрите залил вода чуть тепленькая можете померить термометром грубо говоря ориентируетесь 25-26 там градусов нормальная температура для внесения турбодрожжей на инструкции написано даже больше но вы никогда не ошибетесь если будете делать на всех дрожжах в районе 25 градусов такой прям середнячок который самый нормальный без запарок без всего то есть не надо там мудрить запомнили себе цифру 25 градусов для дрожжей за для запуска хорошо и все можно и в холодную запуститься позже в горячую там после 30 можете их сварить они сдохнут поэтому здесь вот так то есть вода вот видите у меня залито не до конца хотя можно побольше но мне смысл кипятить сахара там я не сказал сахара 7 килограмм соответственно пачку вот дрожжей я открыл они вот такие там куча дрожжей куча подкормок и эти дрожжи не заморачиваясь просто рассыпаете по поверхности взяли и насыпали экономить там что-то мудрить и прочее будете потом пока для начала все вот так рассыпали и сейчас ждем минут десять все это намокнет и потом перемешаем ну что вот оно прошло уже там сколько минут пять-семь не знаю легкая такая пенка получилось все это дело перемешиваем просто перемешиваем чтобы как говорится равномерный там этот компот получился размешали как следует и все дальше накрываете крышкой и тут смотрите такая фишка крышка у меня с гидрозатвором гидрозатвор по сути для вас сделал можно его на сахарной браге не делать да и не то что можно вообще он не нужен по большому счету это только для вашего вот контроля что она там булькает мне на тарахтит она меня бесит по ночам поэтому я туда заливать ничего не буду то есть просто накрыл крышкой не закрывая не нахлобучивая просто накрыл и все и забыл про нее забыл я про нее там сколько у нас по инструкции на 7 кило 2-3 дня соответственно вот на три дня забыл вы как новичок вам будет интересно вы будете там лазить вот это подсматривать как это работает мне будет пофиг работает она и работает я сейчас вот махнул на рыбалку с ночевочкой она будет там себе бурлить и пускай бурлит так что дальше тут я говорю гидрозатвор можете поставить залить воды пусть он булькает у вас красиво вам это все понравится первый раз то естественно и все если вы купили ведро и не делали гидрозатвор можно и не париться то есть вы его просто крышкой бросили даже не захлопывая ее она же закрывается не закрывая потому что если вы захлопнете ее все равно выпарет оттуда соответственно просто накрыли ну чтоб туда пыль не летела там не знаю у меня тут технолог бегает шерсти не натряс и все остальное просто закрыли все мухи там прилетят может не знаю можете марлей накрыть крышки нет если не важно главное просто накрыть чтобы не летела туда всякая дрянь и все пусть бродит встретимся уже когда отбродит расскажу дальше ну что прошло четыре дня уже день как отбродила точно чего у нас там нас там вот так полностью отбродившая брашка но как кто там знает уже я думаю она не осветленная то есть она не прозрачная вот на турбиках она всегда медленно осветляется но я ее и в холод не выносил для этого можно в холод вынести я перегоняю так то есть не осветляя я не запариваюсь на на колонне перегоняю поэтому если у вас там аппарат какой-то с сухопарником или что-то попроще то надо дожидаться осветления желательно дожидаться осветления брашки то есть когда она станет прозрачной вы можете если никуда не спешите хоть на месяц оставить под крышкой она не скиснет ничего с ней не будет она сядет дрожжи все осядут и будет прозрачная такая желтоватая жидкость можете ее перегонять так будет лучше если как говорится но я вот с этим не морочусь то так сразу осветленная лучше сейчас буду ее заливать в аппарат перегонять но я думаю что дальнейшие перегоны сделаю вам в другом видео потому что но видео будет слишком длинное чтобы затяг не шло проще сделать такой вот раза разброс небольшой поэтому пока делаете брашку она у вас отбродит видео уже появится с дальнейшими действиями абсолютных новичков по поводу самогона то есть будет будете учиться кто захочет посмотрит сделает все получится буду делать подробно все показывать первый перегон второй перегон и получится у вас хороший самогон начало как говорится вот такое начало положено все отработало все как надо дальше только перегонка дрожжи и сахар какие вы видели сахар найдете в любом супермаркете дрожжи я думаю тоже легко найдете в продаже где там у вас если кто не может найти но закину вам ссылку где можно взять так что вот такой расклад простой брашка у нас готова она может храниться я об этом уже видео говорил очень долго хоть полгода крышкой только закупорьте чтоб туда воздуха и всякая дрянь не лезла и будет это лежать там полгода-год вы это перегоните потом и все все будет отлично то есть любое время желательно дождаться осветления но не обязательно если у вас хороший аппарат гоните так как-то так всем удачи а а